Я всех приветствую, и в сегодняшнем ролике мы продолжаем проходить Star Wars Battlefront. Данная часть в данной сюжетной кампании раздражает меня больше всего, поскольку здесь игрок постоянно проигрывает. Ну, в большинстве случаев. Однако, возможно, я просто ошибаюсь. Ну, что ж. Самое главное — это не давать нашему искусственному интеллекту возможность управлять летательным судном, иначе всё закончится весьма-весьма плачевно. Нам необходимо будет просто прикрывать наших товарищей, пока они не захватят большую часть контрольных точек. Это, в принципе, довольно легко и просто, но проблема-то в том, что мы можем легко и просто проиграть. Как бы мы ни старались, рано или поздно мы будем проигрывать. Возможно. А, возможно, и нет. Не знаю, как это работает, но... Почему-то поначалу всё идёт хорошо, а потом ты резко-резко-резко проигрываешь. Это прям печально. А так, совсем ничего сложного. Ещё важная деталь. Нам необходимо прикрывать наших союзников по одной простой причине. Если мы потеряем одну из боевых единиц, мы сразу же потеряем очки подкрепления, которые в верхней части экрана фигурируют. Поэтому нам необходимо продвигаться с каждым разом всё дальше и дальше. И здесь довольно интересная деталь. Нам необходимо выбирать достаточно сложных врагов и попадать именно в них. Если мы этого делать не будем, то в нас будут прилетать ракеты. А пока ракеты прилетают в наших союзников, всё более-менее нормально. Ну, то есть вот. Если мы вовремя не будем разбираться с оппонентами, то будет происходить нечто похожее на это. Как вы можете заметить, они уже пытаются захватывать контрольные точки, которые нам принадлежат. И наши союзники уже-уже не справляются на должном уровне, к сожалению. И вот, мы теряем первую боевую единицу, по всей видимости. Здесь здоровья у нас очень-очень-очень-очень мало. И сейчас мы потеряем, ну, прям конкретно. То есть я не понимаю логику искусственного интеллекта. Зачем ты идёшь на низком здоровье? Ну, как бы, это же не какой-то симулятор. Ой. Ой-ой-ой. Чё-то мы как-то, да, конкретно приложились. Ну, да, бывает. Ладно. Friendly fire, как говорится. Здесь нужно быть аккуратнее. Я просто не хочу зацепить своих. Поэтому пусть за нас это делают наши враги. Так, мы уже потеряли контрольную точку. Это довольно печально. Не так, конечно, печально. То, что мы, похоже, сейчас будем проигрывать. И проигрываем мы не только по той причине, что враги довольно криво будут считываться. Ну, и по той причине, приоритетов, которые почему-то слегка кривовато работают. Так. Сейчас у нас ещё пару раз ракеты приложатся, и от нас ничего не останется. Нужно смотреть. То есть вот, мы уже проигрываем, как вы можете заметить. И это довольно печально. Отлично. Первый есть. Так. Нет-нет-нет-нет-нет. Это нам не нужно. Здесь есть ещё такой один интересный момент. Если мы поднимемся очень-очень высоко, нас попросту не заметят. Из-за прорисовки. Но и мы никого видеть не будем. Разумеется, мы можем стрелять в какие-то хаотичные точки. Но особо это ничем нам не поможет. На самом деле, я бы, честно говоря, уже отсюда уплывал. Поскольку мы конкретно проигрываем. Поэтому нам нужно попытаться сохранить то, что ещё сохранить можно. Возвращаемся обратно. Я просто не представляю себе, насколько должно нам не повезти, чтобы это произошло. Да. Ну ладно. Хорошо. К сожалению, двигаемся мы теперь без нашего корыта. И у нас отрыв уже практически в 40 единиц. Печально. Печально. Что ещё можно сказать? А мы даже вообще можем и не попасть никуда. Это печально. Отлично. Ещё и блок. Ай. Однозначное поражение. Обычно счёт в 40 очков уже не отыгрывается. Как бы мы тут уже не пытались. Поскольку... Ну, поскольку вот. И что самое интересное. У нас вроде наши союзники ещё не так часто погибают, как это обычно происходит. А враги всё равно пролетают. А мы чё-то проигрываем достаточно часто. Ай. Да. Печаль, тоска, уныние. Только что улетела единственная наша возможность победить. Понятно. Хороший респавн. Отлично. 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 Не знаю, что тут ещё можно сказать. Мы проигрываем в практически 70. Ну и в принципе здесь уже отличная возможность поднимать белый флаг и сдаваться. Увы, таковой возможности у нас нет, поэтому продолжаем проигрывать. Нам везёт. Рельеф пока что на нашей стороне, надо отступать. Здесь у нас ничего хорошего не будет. Ещё одно транспортное средство мы упустили. Отрыв 80 с лишним. Боеприпасы у нас ещё кончаются, просто замечательно. Продолжение следует. Шансов у нас, конечно, достаточно мало. Ситуация 2 в 94. Ну и в принципе тут уже вообще без вариантов. Интересно, кстати, мы хоть попадаем? По-моему, нет. А нет, всё-таки попадаем. Ситуация 1 в 91. Отлично, мы остались без снаряда. Очень нам, кстати, везёт, что наш союзник пока что ещё функционирует, но в любом случае это ненадолго. Ситуация всё ещё плачевная. 1 в 92 и мы каким-то образом теряем нашу последнюю контрольную точку. Союзник выходит и проигрывает, по всей видимости. Замечательно. Ну, собственно говоря, поражение. Такое бывает. Статистика в принципе выглядит достаточно интересно, поскольку обычно вот этот парниша-паренёк приносит намного-намного больше пользы, чем сейчас. Но, увы, увы, каким-то образом в этом эпизоде нам повезло чуть больше, чем остальным. Ладно. Думаю, на этом всё. Проиграли и проиграли. 0.81. Бывает.